Маленькая яркая жизнь, энергетика природы, безграничная свобода чувств и положительных эмоций. Здравствуйте, вы смотрите программу Город Эсс, с вами Мариана Мирная. И все эти слова посвящены ничему иному, как Грушинскому фестивалю. В гостях у меня сегодня президент общественной организации клуба имени Валерия Грушина Борис Кельман. И люди, непосредственные участники этого прекрасного фестиваля, Александр Щербина и Лев Кузнецов. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Ну вот смотрите, есть такая интересная вещь, все привыкли к тому, что Грушинский фестиваль – это лето, это жарко, это палатки и так далее. Но не все так просто. И уже не первый год проходит такая штука, как зимний Грушинский. Более того, это в этом году будет проходить 39-й раз. То есть это тоже очень давняя традиция. Ну вот чем зимний Грушинский, кроме, я не знаю, кроме палаток, да, и выезды на Мастрюке, чем он следит? Я вам скажу, тут, конечно, две большие разницы. Летом на Грушинском фестивале там костры, там футбол, там Волга, там столько встреч, что вот толком послушать всех это большое. Конечно, не удается. А вот здесь вот любимых своих людей мы приглашаем, и здесь в комфортных условиях лучшего в городе концертного зала Самарской филармонии. Так приятно их всех послушать, не спеша, никуда не убегая, не отвечая на телефон. То есть зимой, получается, прям вот музыка в чистом виде, да? Совершенно верно, да. Ничего не отвлекает. Но все равно, слушайте, Грушинский – это всегда атмосфера. Больше того я вам скажу, что мы очень ценим эту атмосферу, любим друг друга, и для нас, конечно, мало встретиться один раз в году весной. Как хорошо еще зимой-то встретиться. Вот хочу об атмосфере как раз поговорить, потому что атмосфера своеобразная, да, особенная, и тот, наверное, кто был на Грушине, никогда этого не забудет. И вот эти чувства, которые там ты испытываешь, это какая-то определенная уникальная вещь. Да, Саша? Ну, да. Трудно не согласиться, особенно если ты испытываешь это чувство практически ежегодно, и то мало на самом деле. Да, ну, в стране есть много фестивалей, и каждый фестиваль, наверное, особенно уникальный, но Грушинский фестиваль, в силу каких-то исторически сложившихся условий того, что это, ну, самый многочисленный фестиваль, у него своя какая-то, своя атмосфера, своя энергетика. И, знаете, когда так много людей вокруг, и при этом вот это ощущение, что все приехали в одно место делать одно дело, и вообще, это такая интересная история. Да, атмосфера, безусловно, атмосфера, потому что люди приезжают на Грушинский фестиваль по разным причинам, и люди приезжают очень разные. И поэтому смотреть, как некая объединяющая волна песенная, как-то всю эту разношерстную историю собирает в одну, это очень интересно смотреть, потому что действительно и авторы разные приезжают. У каждого за пределами Грушинского своя жизнь, своя история, своя где-то даже, может быть, и эстетика, потому что все пробуют себя в разных жанрах и так далее. Но вот это место, где все приезжают, и дух, который был до тебя, который, когда ты приезжаешь, который будет после тебя, он все время чувствуется. И пока он будет чувствоваться, вот пока будет вот этого атмосферы и ощущения, я думаю, вот Грушинский будет тем самым Грушинским, о котором... За что мы его любим. Да, привыкли говорить, вот Грушинский фестиваль. Я хочу напомнить строчки из известной фестивальной песни, которую написал друг Валера Грушина, который с ним учился в одной группе, а сейчас уже много лет он доцент, кандидат наук и прочее, Борис Есипов. Строчка такая, здесь перед музой меркнет все, и должности, и звания, и даже не кривят душой отпетые лгуны. То есть я хочу сказать, что жизнь вообще-то очень сложна, понятно, но вот как-то так получилось, что все свои проблемы мы оставляем за кормой, а то все уходит. Мы здесь живем какой-то единый, дружный, вообще удивительный совершенно, здесь другие люди, вот они вернутся в город, их поглотят, все их заботы, и они будут... Кто-то жадный, кто-то развращенный, кто-то чего-то, а там, я не знаю, душа отдыхает. Вот в чем особенность. Лев, такой еще к вам вопрос. Вот участники, ну, участники и зрители, да, все равно делятся как-то люди на... Нет, кому не делятся. Ну, не все же приезжают с гитарами и принимают участие в концертах. Нет, к льву как раз вопрос, как к участнику непосредственному. Есть ломка погрушек, когда вот месяц, два, три прошло, и вот еще не скоро зима, и не скоро зимний фестиваль. Вот есть вот эта тяга невероятная? Я сначала позволю себе ответить на первую часть насчет разделения на участников и зрителей. На самом деле наша песня изначально как раз тема хороша, что участники и зрители становятся почти одним, и граница между ними размывается. И что по большому счету вот это пение со сцены, когда вот я тут вам выступаю, а вы тут сидите меня слушаете, для нашей песни это не родной и не главный способ ее существования. А на самом деле в кругу, на кухне ли, у кастрали на Грушинском и в подобных ситуациях, вот это то, как наша песня живет и на самом деле и будет жить. А насчет ломки на самом деле да, потому что вот эти четыре дня на поляне, конечно, не похоже ни на что другое, поскольку, ну, я присоединюсь ко всем Сашиным словам, потому что фестиваль очень большой, на нем очень много очень разных людей, с которыми делаешь одно дело, это дорого стоит. Ну и не откладывая в долгий ящик, да, фестиваль песни, это в первую очередь Грушинский фестиваль, поэтому я вас попрошу, вы приготовили для нас несколько сегодня подарков. И, Саш, с чего начнем? Давайте начнем с одной из песен, которая тоже по атмосфере, наверное, по ощущению, она такая же, вот для меня она очень похожа на Грушинский фестиваль, как я, как автор, как я это вот чувствую и понимаю, потому что она такая добрая, легкая, при этом с какой-то такой душевной, душевным состоянием. Как называется? Да, какая разница. Песня, просто песня. У автора она называется импровизация на тему, но я думаю, это совершенно не так. Там, где песочные часы, крошат песок за веком веки. Там, где раскрашивают сны чуть влажной кисточкой для веки. В прядь отведенная со лба, нечаянно вскинутая бровь, вот так кончаются слова и начинается любовь. Та, не за то, что как не ври себе, а все ласкает слух и тешит глаз. Час, заведенный в пять утра на старой газовой плите. Такая старая игра, а каждый раз не по себе. Та, где случается весна по двадцать восемь раз. На дню. Там, где легко сходить с ума, когда весь мир идет ко дну. Взгляд, уходящий в ночь, и вновь прядь отведенная со лба. Вот так кончается любовь и начинаются слова. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Браво! Саш, как рождаются песни, и вы понимаете, что да, это я буду петь на груши, это вот, это да, это нет, вот какие-то... Нет, что вы, вообще, вообще, вот этих мыслей, как только начинаешь, это уже выработанная, наверное, годами такая хорошая творческая привычка. Если начинаешь думать, когда рождается песня о том, это для этого, это для этого и вообще для кого, на самом деле все только для себя. И пишешь, в момент, когда ты пишешь, ты просто автор, ты для себя это делаешь. Ты высказываешь свои... Это твой способ общения с миром, один из твоих способов. Помимо там родных людей, помимо друзей, помимо каких-то других там своих дел. Ты так общаешься, так переживаешь, так все свои эмоции, какие-то чувства просто перекладываешь на язык песни, на язык поэзии. Вот. А потом уже, когда песня написана, ты перестаешь быть ее автором, если ты хочешь, чтобы она была услышана. Ты становишься исполнителем этой песни, ведь в нашем жанре как автор-исполнитель. Автор-исполнитель. Все в одном в колокольчике. Сам себе и шнец, и жвец по большому. Ну, потом уже, конечно, это может как-то и другие люди, если начнут эту песню петь, это прекрасно. Но изначально это всегда так. Ты ее написал, вот после этого уже ты начинаешь думать, как, что, для кого, зачем и почему. Вот тогда можно думать уже о чем угодно, но только не в процессе. Как только начинаешь в процессе. Все иначе будет не так, да? Ну, все, это уже не то. Это уже квадратные колеса, которые не едут, и ты не о том думаешь. Поэтому я себя, например, не ограничиваю никогда ни в жанрах, ни в темах песен и так далее. Потому что изначально я это делаю все-таки для себя. Изначально мне это необходимо. А уже потом это становится необходимо. Может быть, если еще кому-то, это прекрасно. Если повезет. Борис, да, хочу вас спросить. Вы же вот один из тех людей, которые слышите, слушаете все. Нет, все тому слышать невозможно. Тоже невозможно. А я думаю, что вы вот такой есть человек, который вот может все охватить. Я очень жалею, очень переживаю, что вот, допустим, вот Сашу, замечательного совершенно автора и человека, которого все обожают. Я вот в прошлом лет мы не послушали ни одной песни. Это несмотря на то, что мы... Хотя хотел бы очень. Потому что там... И очень, вы знаете, даже с очень многими людьми прощаешься, когда... И в это время, так сказать, здоровываешься. Узнаешь, вот, кто же там был. А очень многих даже узнаешь, когда все закончилось. Что, оказывается, вы были, да. Потому что это грандиозное такое что-то. Наверное, это еще к вопросу, если открутить немножко назад. Да. А вопрос выступающих и тех, кто... Это же вообще Грушинский фестиваль, как любой большой фестиваль, это уникальное место, где ничего невозможно протоколировать. Ну, вот, смотрите, можно выстроить самую большую главную сцену, выпустить на них, с твоей точки зрения, самых-самых главных звезд. А люди же, ну как, они идут мимо. Хотят остановились, хотят дальше прошли. А какая-нибудь, например, маленькая сцена, где там на отшибе. Ну, люди... То есть, и поэтому, когда идешь и смотришь, вот здесь люди сидят, им интересно. Они здесь сидят и будут слушать. И это независимо, как вот Борис сказал, ни регалия, ничего. Это невозможно прогнозировать. Вот, знаете, хочу привести на эту тему очень интересный пример. Вот на фестивале есть замечательный, легендарный дуэт Ивашенко и Васильев. Они... И Васи у них там, партийная кличка фестивальная. Как получилось, когда они первый раз приехали? Не знаю. Они приехали поздно, что-то они там заблудились и пришли, когда уже шел концерт. Ко мне подошли, говорят, Боря, приехали необыкновенные люди. Пусть они пойдут на гитару, но у нас же свои формальные там всякие правила, что надо пройти первый тур, второй, третий, жюри, чтобы послушал. А тут вдруг какие-то приехали непонятные. И я там с ребятами посмотрел, говорю, ну нельзя, конечно, ты что. Но жизнь все поставила на свое место. Когда закончился ночной концерт, они просто у кого-то костра с гитарами запели, и весь фестиваль ринулся к ним. И они стали самые знаменитые люди. А вот мы жертве собственного бюрократизма. Поэтому вот это пример. Нам только это не рассказывайте, если у нас был точно такой же путь на гитаруческом фестивале. Серьезно? Когда-то. Да, да, да. Лев, сколько вы работаете с Сашей вместе? Больше 15 лет. Мы уже вместе в разных составах. Срок, скажу я вам. В разных составах. Да, нынешний акустический состав, по-моему, лет 6. Ну да, последние лет 5-6. То есть вы такие сыгранные уже ребята, друг к дружку. Я так смотрю, вы так бровью друг друга понимаете, да? Надеюсь. Стараемся. Ну, времени, к сожалению, мало в программе, а хочется побольше услышать. Поэтому я знаю, что еще песни вы для нас приготовили. Давайте теперь споем что-то, что... Они же, опять же, по жанру на Грушинском фестивале звучит очень много разных песен. И даже таким автором, вот как, не знаю, как я, и как многие другие, о которых мы еще поговорим. Сейчас вот споете, да, обязательно поговорим. Обязательно поговорим, кто там еще будет. Всегда находится место, всегда находится какая-то аудитория, которая это хочет слышать. Казалось бы, палатки костря, а все равно поешь о том, что тебя сейчас, в данный момент, ты больше всего. Я умею смотреть на тебя бесконечно, как на древнюю месть. И бегущую воду я вдыхаю твой запах, когда больше нечем дышать. И уже ненавижу свободу, я могу каменеть. Лёв, я могу каменеть, останавливать вечность, приникая губами. Казнобу мурашек я могу обгонять свое время по-встречной, чтобы увидеть тебя. Хоть минуту раньше я не помню других, я уже не играю в эти полутона отраженного света. Я почти научился любить, не сгорая, но еще не умею любить без ответа. Я смотрю на тебя, я цепляюсь по птичье за последнее солнце. Согретое взглядом я могу описать твою жизнь постранично с того места, где мы появляемся рядом. В этом я не знаю ответов, ни старых, ни новых. Я храню твое имя в названиях песен. Я кружу выступления губков телефонных по бульварам Тверской, по булыжникам пресни. Согретое взглядом я могу описать твою жизнь по бульварам Тверской, Я умею смотреть на тебя бесконечно, как на древнюю медь. И бегущую воду я вдыхаю твой запах, когда больше нечем дышать. Я умею смотреть на тебя бесконечно, как на древнюю медь. Я умею смотреть на тебя бесконечно, как на древнюю медь. Вчера можно было услышать Наслёвы на концерте в одном из клубов города С. Города С. Сегодня в Грушинском клубе можно услышать. Да нет, на самом деле можно и по стране услышать. Просто на Грушинском фестивале можно приехать и услышать всё сразу. Всё сразу. И выбрать, что понравилось. Потому что вот я смотрю на эту программу Зимнего Грушинского и понимаю, что вот каждый из этих людей, который здесь написан, он уникален. Вообще авторская песня, она уникальная песня в том плане, что там дело не в том, что у неё есть автор, автор есть у многих песни, а что в отличие от других жанров, можно я два слова буквально об этом? Да, конечно. В отличие от других жанров в авторской песне необходима личность. То есть просто быть автором недостаточно. Поэтому если вы видели или бывали на бардовских концертах, на авторских, люди всё время говорят со сцены. Потому что... Им есть что сказать. Во-первых, им есть что сказать, а во-вторых, их слушают, потому что интересно, что ещё стоит за песнями. И поэтому каждый человек... Ну вот кого мы говорим? Александр Городницкий. Он может вообще не петь на концертах, просто рассказывать о своей жизни. И вот любой фамилии, которую мы здесь берём, это неколиченская история. Давайте проговорим, да, Борис, в какие дни и в каких местах будут проходить концерты? Значит, открывается фестиваль в пятницу, 17 февраля, в областной библиотеке будет творческая встреча Александра Городницкого. Ну, кто такой Городницкий, можно, мне кажется, и не говорить. Его давным-давно все знают, любят. И, конечно, это человек, который заслуживает внимания. На следующий день уже в Самарской филармонии будет два концерта. В четыре часа концерт очень интересный. Вот это впервые в истории Грушинских фестивалей. Он называется «Новая волна». Понимаете, время идёт вперёд. И Грушинскому фестивалю начинают звучать всё новые, яркие, талантливые голоса, присоединятся, так сказать, к этому удивительному вообще братству. И вот будет концерт Александра Щербины, Василия Урьевского и Павла Пиковского. Пиковский – это открытие этого года, лауреат, фестиваль, который прошёл летом, замечательный совершенно. Ну, опять же, состоявшийся автор с большой историей уже. Да, Василий Урьевский – это суперзнаменитый сейчас человек. А теперь-то, да, после всех этих телевизионных проектов, так вообще это такая звезда-звезда. А вечером будет галоконцерт в той же филармонии «Люди идут по свету». То есть это Грушинский фестиваль, это всё равно фестиваль, куда приходят люди, обожающие путешествия, всё, что с ними связано. Вот об этом люди идут по свету. Откроет его Городницкий, потому что столько, сколько он путешествовал нам всем вместе и не снилось, что пришлось на его долю. А потом там вообще будет очень много интересных людей. А на следующий день… Тоже очень интересный. Тоже очень интересный. Необычный. Это два гиганта открывают этот праздник. Это Алексей Ивашенко, знаете, такого, да? О котором мы уже говорили сегодня. Да. И Тимур Шауф со своими аккомпаниаторами. Это вообще гениальный совершенно человек, человек потрясающего юмора. Тимур работает в жанре, в котором сейчас практически никто не работает. Да, да, он уникален. Это жанр такого, в хорошем смысле, фильетона, такого вот современного, который отражает. Это вообще вот любое вение, которое происходит. По-моему, так больше никто не работает. Это потрясающе. А вечером в этот день, в 7 вечера, начинается гал-концерт «Сверим наши песни», где примут участие все-все наши знаменитые гости. И мне очень приятно напомнить вам, что там будет человек, которого называют королевой Грушинского фестиваля. Галя Хомчик. Это будет знаменитейший коллектив вообще не только Грушинского фестиваля, а вообще в стране, очень пользующийся огромным уважением, авторитетом. Это «Грушинское трио», знаменитый бард Юрий Панюшкин, значит, прекрасная совершенно Оля Чикина. Ну, скажи два слова про нее. Оля Чикина. Это супер. Ну, Оля Чикина – это своя вселенная. Это так никто не поет, так никто не пишет, ее обожают просто. Да, и божественная Наташа Кучер, лучший исполнитель песен Владимира Высоцкого, Алексей Зыков, он вообще великолепно совершенно их поет. Вот. Потом Самарские достойные очень люди, Юра Карпов, Леша Аполлинаров. Ну, вот такая вот компания. Ну, то есть, если подводить итог, что в феврале, с 17-го числа, начиная с пятницы, все выходные у нас такие музыкальные, грушинские выходные. Бросаем все дела, поем, обнимаемся, слушаем, все будет прекрасно. То есть, когда вам подпевают, это же важно, когда вот один раз припев там, допустим, услышали, а уже в следующий раз начинают люди подхватывать. Да нет, ну, это не главное, но приятно, когда… Это происходит даже не потому, что там какой-то куплет или чего-то, когда людям, вот опять же, человек на сцене и человек не в зале, ну, хотя и в зале будет такое же, наверное. Ну, просто люди хотят быть причастным к этому, им нравится, и они не стесняются это петь. Грушинский фестиваль, дорогие друзья, это место, где нельзя стесняться петь, где поют все. У кого есть голос, у кого нет голоса, главное, чтобы пелось и пелось хорошо от души. Это прекрасно. Поэтому я вот всегда говорю, что на Грушинском фестивале нет зрителей. Никто на вас пальцем не ткнет. Все соучастники. Соучастники. Хорошее слово, что соучастники. Друзья мои, я вас поздравляю с тем, что буквально чуть-чуть остается, да, уже до этого зимнего фестиваля. Вот, желаю вам большой удачи. Я думаю, что телеканал «Самарагис» приедет, снимет сюжеты очередные, да, про этот замечательный фестиваль. Вот, и, к сожалению, время наше заканчивается. Но еще раз пригласите, пожалуйста, вот в эту камеру ваших зрителей, слушателей. Друзья мои, как сказал Александр Сергеевич, прекрасен наш союз. Вот наш союз соберется дружной, братской компанией. Все эти три дня мы будем вместе. Помните, вот у нас на фестивале всегда живет вот этот прекрасный лозунг. Спасибо огромное. С любимыми не расставайтесь. Приходите, они вас ждут. Не расстаемся с любимыми. Мы прощаемся до следующей пятницы. Пока-пока. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!